Губернатор Игорь Руденя посетил в Твери Западный мост. Как известно, он возводится по президентскому нацпроекту безопасной качественной дороги. На данный момент завершена надвижка левой части по направлению к Пролетарскому району. Ведется подготовка к сборке правой. Также глава региона осмотрел путепровод в створе улицы Фрунзе, которая строится в рамках этих же работ. Роман Быков оценил новые объекты инфраструктуры. Напомним, что не так давно левая часть Западного моста наконец-то достигла правого берега Волги. Собранные пролетные строения находятся в настоящее время на всех опорах и подготовлены к опусканию на них. По левому направлению сейчас основные силы направлены на то, чтобы выполнить антикоррозийную защиту пролетного строения. Лакокрасочными материалами работают сейчас три бригады по подготовке поверхности к нанесению лакокрасочного покрытия. Также сейчас готовимся к нанесению гидроизоляции на саму проезжую часть, чтобы в дальнейшем устроить уже асфальтобетонные слои. Одновременно ведется укрупнительная сборка блоков правого направления. Они уже возвышаются солидных размеров штабелями на левом берегу. В ближайшие две недели планируется завершить работы по объединению блоков в пролет. Затем их уложат на стапель и стартует надвижка. Одним из сведений того, что строительство правой части моста началось, является вот эта временная конструкция. Уже видно, что сейчас ее начали разбирать, чтобы заново собрать вот там вот левее, после чего и начнется надвижка. Именно на нее первую как раз и ляжет тот самый аванбек. Смагантная конструкция пролета. Согласно планам строителей, первый этап этих работ ориентировочно стартует через две недели. Полную надвижку предполагается завершить к концу нынешнего года. Общий вес задействованных при строительстве моста металлоконструкций превысит 6 тысяч тонн. В ходе посещения объекта губернатор оценил темпы и качество работ. Кроме того, он прокомментировал реконструкцию железнодорожного виадука на Комсомольской площади. Там уже готова насыпь под сооружение временного моста, по которому пойдет движение поездов во время строительства нового путепровода. Транспорт пока движется по двум полосам, из-за чего иногда возникают заторы. Задача поставлена в минимальные сроки восстановить три полосы движения, потому что мы видим, что две полосы создают большие проблемы. И задача поставлена перед строителями, изменить режим работы, график работы, чтобы они поставили на круглосуточный режим работников. Ну, говорим о том, что неудобства должны быть минимизированы для жителей. Также глава региона осмотрел путепровод, который строится в створе улицы Фрунзе. Он пройдет над железной дорогой и свяжет Петербургское шоссе и улицу Паши Савельевой. Благодаря этому строители смогут приступить к реконструкции Горбатого моста. Стоит отметить, что при возведении и этого виадука постарались минимизировать неудобства для жителей окрестных кварталов. Этот проект примечательен тем, что были учтены пожелания местных жителей. Например, люди просили сделать проход по мостам, чтобы они могли беспрепятственно посещать Комсомольскую рощу. Проход есть. Во-вторых, вот эта вот облицовка, она носит не только декоративный характер. Она помогла уменьшить пятно застройки, таким образом сохранить вот эти сосны. Всего в строительстве западного моста и путепровода в створе улицы Фрунзе задействовано около 400 человек. Как известно, работы идут по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ввод в эксплуатацию всего комплекса значительно улучшит логистику областного центра в целом. Повысит доступность медицинского кластера на Петербургском шоссе и развивающейся крупной промышленной зоны в микрорайоне «Юность». Продолжение следует...